Всем привет! Сегодня поговорим о некоторых новых обновлениях для пользователей инсайдеров Windows 11 на канале Dev. Уже прошло три обновления, я про каждый из них не снимал обзор, потому что смысла в этом не вижу. Microsoft сейчас сильно активизировались, постоянно выпускают эти обновления новые для инсайдеров, и соответственно там очень мало чего делают, особенно все функции недоступны для каждого из пользователей. Лишь для некоторых все функции эти доступны. Поэтому я сразу три обновления подряд опишу в этом ролике буквально несколько минут, чтобы вы понимали, что Microsoft вносит нового у нас. Я всегда обновляюсь до самого последнего обновления в случае, когда они выходят. Стараюсь следить за событиями и держать вас в курсе. Из последних обновлений была версия 25.227, далее 25.231 и последний, как вы видите, у меня 25.236. Как я и сказал выше, во всех этих трех обновлениях выходили некоторые из новых функций, которые в принципе представлены не для всех пользователей. Поэтому для нас ничего визуально не меняется в целом. Давайте начнем сначала с версии 25.227. Там было совсем немного нововведений, допустим, такие как улучшение управления обновлениями, что в принципе касается расчета крайнего срока обновлений. То есть теперь будет обновление обнаруживаться немного иначе, чем прежде. Также были изменения, касающиеся меню «Пуск», где некоторые инсайдеры могли увидеть значок в своем профиле пользователя, уведомляющих их о необходимости выполнить какие-либо действия. Опять же, это для некоторых пользователей. Также были внесены изменения в виджеты, которые также доступны не у всех, а именно у инсайдеров меняются разные позиции заголовка с новыми значками для доски виджетов. Также были изменения, касающиеся ввода. Это изменения для поддержки использования истории буфера обмена в полях пароля, которая начиналась еще в сборке 25.206. Также изменения коснулись голосового ввода, а именно добавляются изменения для синхронизации настроек голосового ввода, автоматической пунктуации и средства запуска голосового ввода на всех устройствах. Также обновлена страница «Свойства интернет» и «Wi-Fi» в параметрах, чтобы теперь в сводке сведений в сети отображалась информация о шлюзе. Остальные изменения коснулись безопасности и предыдущих ошибок, которые Microsoft стремительно исправляет в каждом новом пакете обновлений. Все ссылочки на каждое из обновлений я оставлю в описании, чтобы вы могли почитать полный список изменений. Далее у нас версия 25.231. Здесь у нас из нового связь с телефоном, то есть это быстрое подключение к мобильной точке доступа на Windows 11. Владельцы Android смартфонов Samsung теперь могут быстро подключиться к мобильной точке доступа на Windows 11 с установленным приложением связь с телефоном. Из следующих изменений – это изменения в словаре «Проверка и правописание» здесь присутствуют. Далее у нас в панели задачи оптимизированная для планшетов. Ну и многие-многие другие неинтересные мелкие изменения, ну а также исправление предыдущих проблем. Из нового в обновлении 25.236. Первое из изменений касается строки поиска, быстрого поиска. Чтобы повысить качество работы ярлыков поиска и более широком интерфейсе поиска Windows, экспериментируются различные способы предоставления советов о том, как использовать поиск Windows через панель задач. Это только доступно, опять же, некоторым англоязычным инсайдерам. Ну, как обычно, не всем. Это обновление вообще касалось в основном исправления предыдущих ошибок, поэтому супер нового чего-то мы здесь не увидим. Как принято у меня, я думаю, это логично, чтобы не забивать вам голову. Все ошибки я не диктую, то есть не копирую полностью информацию, а даю вам возможность почитать ее на официальном сайте по ссылочке в описании, не забывайте. Также делаем вывод, что все эти новых три обновления последних не несут ничего особенно нового для нас с вами. Особенно некоторые из функций вообще доступны лишь некоторым инсайдерам, единицам, поэтому визуально нового мы ничего вообще не замечаем в этих обновлениях. Какие-то ошибки, возможно, были замечены, они исправляются потихонечку, а так все в старом стиле. Давно хотелось бы, чтобы все изменения, которые вносятся в панель виджетов, также были доступны у всех инсайдеров, но, к сожалению, до этого не доходит. Панель виджетов остается у всех по-старому. Ну, как я уже сказал, выше, кроме единиц. Ну, а на этом все. Несколько минут просвещения о обновлениях Insiders. Превью Windows 11 окончены. Всем спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok